Сетевые протоколы в Linux Мы его воспроизводим Я постараюсь учесть Я постараюсь учесть Это самое Эти ошибки, которые Которые Были допущены мною В прошлом семестве, в прошлый раз Главная ошибка состояла в том, что Те люди, которые немножко не в теме Терминологии Очень трудно с нею пытались разобраться Выяснилось, что очень много Жаргона используется на лекциях Который непонятен Непонятен Сходу Я постараюсь этого избежать На сегодня жаргона, если и будет, то исключительно Из соображений поприкалываться Потому что сегодня лекция Вводная Я в основном Как полагается на вводные лекции Буду всякие бла-бла Рассусоливать Терпите в следующий раз На самом деле этот курс чисто практический И дальше мы будем с вами очень много работать В командной строке Linux Потому что тема у нас такая Сеть в Linux Так что имейте в виду, что сегодня лекция Не типичная для этого курса Поводом для этой лекции Послужила Послужила Идея Притащить в массы Что-то Связанное со стеком протоколов TCP IP Но Гораздо более Гораздо более Жизненное И Аккуратное Нет, не аккуратное Неправильное слово Гораздо более жизненное И Практическое Чем Некоторые универсальные знания Про TCP IP С одной стороны Или Какие-то страшные эмуляторы Непонятные С другой стороны Да Linux системы Это то, что То, что Встречается довольно часто Особенно в сетевых устройствах Всевозможные домашние мыльницы Ну в смысле вот роутеры такие Да Они Как правило Там Linux ядро И какая-то минимальная Обвязка вокруг сети Вот Поэтому Мне представляется Довольно естественным Рассказ про Сетевые протоколы Изнутри Работающая Linux система Про то, как она выглядит В конце этой лекции Я расскажу Ну вот Начнем же мы Начнем же мы с вами С Такого Трюка Который я очень люблю Проделывается На первой лекции По сетям Этот трюк Про Естественное Обоснование Стэка протоколов TCP и IP Ават Так что Вот То самое Обычное Бла-бла Предположим Мы с вами Захотели Изобрести Компьютерную сеть То бишь Сеть передачи данных Между несколькими Компьютерами Вообще говоря Мы до конца Себе не представляем На этом уровне На этом этапе О построении сети Что вообще Собой представляет Глобальная Компьютерная сеть Да Ну видимо Желание такое Чтобы Какие-то данные Могли передаваться От любого Абонента Нашей глобальной сети Любому другому абоненту Да Вот какое-то такое Абстрактное желание Передавать данные Несмотря ни на какие Значит Расстояния Границы И все остальное Какие задачи Мы должны решить Прежде чем У нас Эта самая глобальная Компьютерная сеть Заработает Ну разумеется Самый первый Вопрос Это вопрос О носителе этих данных О том С помощью чего Их надо передавать Да Что это значит Это значит Что мы сначала Должны понять Как вообще И представляются Эти данные Что это такое Да Там Ну Может быть Это Не знаю Нолики Единички На проводе Есть напряжение В проводе Значит Единичка Нет напряжения В проводе Нолик Да На этом уровне Придется принимать Такое решение Ватт С помощью чего Мы их Данные моделируем Кстати сказать Все конечно хорошо Нолик Единичка Но вопрос еще С какой частотой Измерять Вот например Если у нас В течение получаса Из провода Замеряется нолик Напряжение Это сколько нулей А может быть Это мыши провод Перегрызли Мы не знаем Мы только знаем Что вот наше кодирование Говорит что это нули Да Надо еще заглянуть Договориться Например о частоте Да Например Там не знаю Сто раз в секунду Мы опрашиваем этот провод Значит За минуту Это будет 6 тысяч нулей На этом же уровне На уровне среды Передачи данных Мы должны решить вопрос О надежном представлении Этих данных Потому что Среды Как правило Очень зашумленные Тот же провод Может давать Какие-то наводки У него напряжение Может быть То выше То ниже Я уж не говорю Про тех самых крыс Которые его перегрызают Здесь же Вопрос кодирования Этих данных Когда Некоторые среды Мы об этом будем Наверное Успеем поговорить В следующей лекции Некоторые среды Надежнее Передают данные Ну скажем В которых Много раз Чередуются Нолики Единички И хуже Когда там Сплошные нули Или сплошные единицы Вот Здесь же Мы должны решить Задачу О том Как организована Будет наша сеть Это будет Коммутация Каналов Или Коммутация Пакетов Ну или Самых данных В чем идея Почему Нам нужно Как можно раньше Решить этот вопрос Мы хотим На самом деле Это чуть не Это уже будет Следующей задачей Но тем не менее Мы хотим договориться У нас Один канал На всех наших абонентов По которому Все наши абоненты Передают данные Или Грубо говоря Между каждым абонентом Есть По выделенному Специальному каналу И если Абонент Номер 10 И абонент Номер 100 Хочет Хочет Передать Друг другу данные Хотят Обмениваться данными Они просто берут Канал под названием 10 Слэш 100 И по нему Передают Понятное дело Что В первом случае В первом случае Это называется Коммутация данных Или коммутация пакетов Нам придется Заботиться О некотором способе О некоторой дисциплине Одновременного Использования Вот этого Единственного провода Всеми компьютерами В нашей В нашей сети Да Ну вот Как-то договориться О том Чтобы ей пользоваться Во втором случае Мы не можем Себе позволить Каналы Столько каналов Передачи данных Сколько пар Абонентов У нас есть Особенно в глобальном Масштабе Потому что Как известно Размер полносвязного Графа Это у нас что Факториал Нет Степень Нет Квадрат Квадрат Да Каждый с каждым Квадрат Квадратичная Сложность Понятное дело Что если у нас 5 абонентов То еще ничего А миллион абонентов То уже как-то Плоховато Несколько триллионов Проводов Протягиваться Поэтому Если мы принимаем Решение Что у нас будет Сеть с коммутацией Каналов Мы должны договориться О том По какой дисциплине Два абонента Арендуют Один из имеющихся Каналов Допустим У нас абонентов 100 А каналов 10 Это значит Что во-первых Одновременно Может происходить Не больше чем 10 сеансов связи И во-вторых Должен быть Какой-то Какая-то дисциплина Аренда Этого канала На определенный срок А дальше Его Отпускание Вот То есть у нас Есть Условно говоря Вот этих самых 10 каналов А дальше Мы можем С ними делать Что хотим На то время Пока они нам Предоставлены Вот Нужно принять Либо такое решение Либо сякое Коммутация каналов Либо коммутация данных Когда по одному И тому же каналу Замешиваются Разные данные А дальше Там просто пишется Адресат Абонента Получателя Абонента Правителя И так дальше В случае Коммутации каналов Не нужно писать В случае Если мы арендовали Канал под названием 10-100 У нас с одной стороны Абонент номер 10 С другой стороны Абонент номер 100 Нам не нужно Выяснять Кому предназначено Сюда же К вопросу Когда Как мы разрабатываем Относятся параметры носителя Допустим Вот Вот этот вот проводок Коксиальный кабель Он же Не просто там 8 проводков Это не коксиальный кабель Это витая пара Не просто 8 проводков Да Это 4 пары В которых В этих 4 парах Значит Вокруг Вокруг Проводок с сигналом И проводок с землей Значит Свиты в такую вот Косичку Эти 4 косички Лежат В кабеле А в некоторых случаях Есть еще Запрет на Прилегание самих косичек Друг к другу И внутри кабеля Вставляется такой Крестообразный Значит Вставка И они каждый Лежат в своем Отсеке Да То есть Если это Коксиальный кабель Значит Нужно знать Волновое сопротивление И его параметры Если это Толстая медь Нужно знать Сопротивление Обычное Если это Там не знаю Воздух Да Мы по воздуху Собираемся Радиоволнами передавать Значит Мы должны договориться О том Как Как Какая частота Там Вот это все Короче говоря Когда мы говорим О среде передачи данных Мы очень много Внимания Уделяем тому Как моделируются данные Для передачи В этой среде И как они передаются Какие параметры среды И как эти данные Кодируются И так дальше Все Предположим Мы решили Мы договорились Например Классический Значит Наиболее типичный Для нас Пример Это провод На сегодняшний день Наверное Wi-Fi Еще более типичный Но давайте Остановимся на проводе Тот самый Та самая Витая пара Относительно которой Мы договорились О формате Относительно которой Мы договорились О том Какова Значит Структура Самого носителя Там Сколько витков Вот это все Предположим Обо всем Мы этом договорились Понятное дело Что никакой сети Мы еще не построили Мы только придумали Как этот провод Устроен Как должны данные На нем кодироваться Поэтому Понятное дело Что следующая наша задача Это воткнуть провод В компьютер Ну точнее сказать Объединить Наши Абоненты Нашей сети Сами абоненты С помощью этих самых Сред передачи данных В некоторую Ну в смысле С помощью Носителя Наших данных В единую среду Передачи данных Подключение к среде Значит Следующий Уровень задач Который мы должны решать Это то Как Наш компьютер К среде Подключается Тут наверное Надо Подумать о том Чтобы что-нибудь Такое нарисовать Дайте я подумаю Будем мы рисовать Или не будем Потому что без рисовалки Как-то Грустно жить Грустно жить Без рисовалки Сейчас мы с вами Будем жить с рисовалкой Так вот Значит Подключение к среде По какому принципу Подключение к среде Должно происходить Главный вопрос В случае Если мы Подключаем Ну пока Пока мы еще Ничего не рисуем Главный вопрос В случае Если мы подключаемся К среде Передачи данных Вот какой А как отличить Данные от Неданных Помните Я уже задавал Этот вопрос Если у нас Нолик Это Отсутствие напряжения А единичка Это наличие напряжения Да Как понять Что вот В течение часа У нас Из провода Торчит нолик Это Мы нули Передаем Или это Крыса провод Перегрызли Видимо Когда мы Подключаем Наш компьютер Наш абонент Сети Подключаем К Среде передачи данных Мы должны К вот этому формату Нолики Единички Нолики Единички И переписать Какую-то Дополнительную Информацию Да Значит Вернее Наоборот Мы должны Ее предоставить Дополнительную Информацию Которую На уровне Среды Мы как бы Смотреть на нее Не будем А именно Где вообще Начало Да Вот Предположим Вот для того же Эзернета Например Да Для того Чтобы сигнализировать Нашему устройству Которое в компьютере Что Да Когда здесь Началась передача Настоящих данных Посылается Специальная сигнатура Из нулей Единиц Которая означает Начался пакет Начался Кусочек Передаваемых данных Вот Что еще Здесь же Например Можно Озаботиться Передачей Контрольной суммы Не просто Кусочек данных А еще Контрольная сумма Чтобы Восстанавливать Какие-то ошибки Мы об этом Будем говорить В следующий раз О кодировании Здесь же Можно Озаботиться Тем Чтобы Подумать Раз уж мы Приняли Решение О сетях С коммутацией Данных Подумать о том Как одной и той же средой Будет пользоваться Несколько Абонентов Да Одно дело Когда у нас Всего две машины Ну вот Проводом Соединены И одна Другой передает Если одна Передает То другая Получает А если Другая Передает То одна Получает Предположим У нас Топология Вот этой Среды Передачи Данных Более сложная Тогда Нам нужно Предоставить Еще дополнительную Информацию А именно Какой конкретный Какой конкретный Абонент Породил Вот этот пакет А отныне И до конца Нашего Разговора Про сети Словом Пакет Мы будем Называть Как раз Кусок коммутируемых Данных С началом И концом Потому что У нас Одна и та же Среда Может Являться Носителем Данных Передаваемых В разные Концы Так вот Под словом Пакет Конкретно Пакет Мы будем Иметь ввиду Произвольный Вот такой Кусок Коммутируемых Данных Так вот У пакета Появляется То Откуда он Отправился И то Куда он То устройство С которым он Вышел И то устройство Которое Должно Получить Соответственно Что У нас есть Начало Пакета У нас Есть Пилот Собственно Сами данные Внутри Пакета Лежащие Еще У нас Есть Значит Дополнительная Всякая Информация В виде Идентификатора Отправителя Идентификатора Получателя Точнее Номер устройства Отправительного Устройства Получателя И еще Допустим Ну не знаю Та же самая Контрольная сумма И еще что-то Да Но Нужна Нужна Некоторая Дисциплина Например Если Они все Одновременно Захотят Передавать Они Скорее всего Испортят Эту среду Передачи Данных Надо Что-то Придумывать Какую-то Придумывать Какой-то Какой-то Метод Чтобы Значит Они Соблюдали Какую-то Очередность Ну например Что можно Сделать Например У нас В среде Передачи Данных Десять Компьютеров И Каждый Из них Имеет Право Передавать Только Раз в Секунду Данные И Первый Передает В Посылает Свою Посылку Во время Когда Время В секундах Измеряемых С астрономической Точностью Измеряемых С астрономической Точностью Кратно Десяти Второй Кратно Десяти С остатком Один Третий Кратно Десяти С остатком Два Ну и Тогда С остатком Девять Получается Что каждый Будет Использовать Эту Среду Просто В течение Секунды В свое Время Или Другой Вариант У нас Среда Передачи Данных Это Такое Кольцо И Ею Можно Пользоваться Только Тогда Когда Тебе Пришел Некоторый Набор Данных Ты В этом Наборе Данных Выбираешь Свой А дальше Посылаешь Следующему Абоненту В этом Кольце Модифицированный Набор Данных С которых Ты Свои Данные Вынул А чужие Данные Подсунул Тоже Вариант А все Остальное Время Никакой Передачи Данных Не Происходит Короче Дисциплина Использования До тех пор Пока мы Не договоримся Как Несколько Абонентов Одновременно Могут Использовать Одну И ту Же Среду У нас Будет Бардак А не Передача Данных Предположим Мы решили Эту Задачу Смотрите Задача Подключения К среде Абонента Решена То есть Что мы Можем Делать На этом Уровне На этом Уровне Мы Можем От Произвольного Абонента Нашей Среды Передачи Данных К Произвольному Передавать Данные Мы Можем Договориться О том Кто Когда Передает То есть Они Друг Другу Не Мешают Мы Можем Даже Проверить Наверное Нет Не Можем Но Договориться Можем Возникает Соблазн Объявить Что мы Построили Сеть Компьютерную Потому Что Передача Данных Теперь Возможно И По Определенным Правилам Сообразно Определенной Дисциплины Мы Договорились О том В каком Порядке Компьютеры Используют Нашу Среду Почему Это Не Так Кстати Нет Сначала Ответ На вопрос Почему Это Так Действительно Довольно Популярны Довольно Модели Сетей Которые Останавливались Вот На этом Уровне Дальше У нас Приложение Запускается Приложение Говорит Хочу Передавать Вот Тому Абоненту И Передает Почему Нет А там Запускается Соответствую Приложение Принимать Что Здесь Не Так Ну Понятное Дело Что Мы Ничего Не Говорим Про Интерпретацию Этих Данных Вообще Мы Ничего Не Говорим Про Том Про Проверку Того Надежно Ли Мы Передали Их Ненадежно Все Вот Это Эти Все Задачи Еще Не Решены Но Главная Задача Не Решена Обратите Внимание На Слово Глобальной Мы Сейчас Говорим Только Про Единую Среду Передачи Данных С Единым Носителем Например Коаксиальным Кабелем Например Почтовым Голубем Например Там Не знаю Кого Еще Можно Себе Вообразить В качестве Среды Передачи Данных Ну Как Была Известная Тема Что Оптимальное Соотношение По Цена Производительность При Передаче Данных Допустим В один Конец Это Грузовик Жестких Дисков Вот Прокупаете Жесткие Диски Самые Дешевые Самые Медленные Записывайте На них Загружайте Грузовик И перевозите Вот это Быстрее всего Получалось В 90-е годы Сейчас Может быть Уже И нет А раньше Грузовик Жесткий Чем Вам не Сеть Передачи Данных Вполне Ну Значит Проблема Стоит В следующем Что Наша Глобальная Сеть Ничего Не знает Никаких Стандартов Относительно Того Какие Среды Передачи Данных Будут Использоваться Для наших Абонентов Не устанавливают Где-то Может быть Wi-Fi Где-то Ethernet Где-то Толстая Медь Где-то Еще Что-то Там Не знаю Вон Эти самые ADSL Какой-нибудь Телефонной Линии Это Значит Что Имеющиеся В этих Различных Средах Дисциплины Одновременно Применять Нельзя В глобальном Масштабе Не может Быть Грубо говоря MAC-адрес Вашей Ethernet Карточки Быть Уникальным Идентификатором В масштабах Интернет Потому что Вообще-то Не все Абоненты Интернета Имеют Этот MAC-адрес В принципе Вот Поэтому У нас Возникает Задача Номер Три Задача Номер Три Это Задача Объединения Сред Передачи Данных В Едину Глобальную Сеть Какие Подзадачи При этом Нужно Решать Объединение Сред Передачи Данных Объединение Сред Передачи Данных Говорит Нам о том Что нам Нужно Вводить Очередной Уровень Косвенности Потому что Идентификация Внутри Самих Сред Вот Вот Дисциплина Доступ Никак Никакого Отношения Не имеет К тому Как они Будут Пронумерованы В масштабе Глобально Итак Первая Задача Первая Задача Это Идентификация Всех Абонентов Сети Уникальная Каждый Абонент Вашей Глобальной Сети Должен Иметь Уникальный Адрес И тогда Каждый Любой Другой Абонент Этой Глобальной Сети Сможет С ним Связаться Звучит Красиво Но Невыполнимо Мы же Не можем Всем земным Шаром Договориться О том Какие У каждого Абонента Глобальной Сети Идентификаторы Но Оказывается Можем Существуют Алгоритмы Существуют Протоколы Такого Рода Договоренности Вот Именно Эту Задачу Мы И Собираемся Решить Еще раз Несколько Сред Передачи Данных Не могут Использовать Идентификаторы Пришедшие Из Дисциплины Скажем Макадреса Потому что Их может Не быть Надо Универсальную Идентификацию Ввести Вторая Задача Как обычно Сложнее Это Обеспечение Доступа Связанности Вот этих Сред Передачи Данных Объединенных В одну Идея Стоит В чем Что мы Не можем Как мы уже Говорили Мы не можем Связать Каждый С каждым Да Вот Если у нас Просто есть Какие-то Компьютеры В сети Да Хорошо Если их Три Три Компьютера Можно связать Каждый С каждым Да А вот А вот Сейчас Давайте Сделаем Красиво Три Компьютера Можно Связать Каждый С каждым Я могу И всякие Это Может Взяли И связали Вот Похоже На сеть Коммутации Каналов В действительности Конечно Так не бывает В действительности Есть компьютеры Которые Друг с другом Связаны Ну Почти что Каждый С каждым На предыдущем Уровне На уровне Подключения Там может быть Разные Топологии Общая Шина Звезда Не важно Важно То что Есть Некоторые Нет Это маршрутизатор Мне нужен Маленький Концентратор Вот Маленький Концентратор Да Значит Вот у нас Есть Единая Среда Передачи Данных К которой Подключены Наши Абоненты Да Дальше Есть Какие-то Интернеты Вот Они Да И дальше Еще Какой-то Абонент Там Подключенный Тоже Какой-то Своей Сети Передачи Да Как Нам Сделать Так Чтобы Как Нам Сделать Так Чтобы Грубо Говоря Вот Этот Вот Абонент Вот Этот Мог Связаться Вот С этим Очевидно Нам Нужно Не Только Мы Не Можем Обеспечить Полную Видимость Всех Абонентов В нашей Сети Их Миллионы Этих Абонентов Мы Должны Устраивать Для Обеспечения Связности Обеспечения Связности Мы Должны Устраивать Построение Построение Маршрута У нас Получается В Нашей Сети Получается Примерно Следующее У нас Получается Что Если Мы Хотим Передавать Данные От Одной Машины К другой То Не Просто От Одной Непосредственно Ко Второй Происходит Передача А происходит Передача Так Смотрите Не Просто От Этого К Этому Вот Так Мы Сделать Не Можем Потому Что У нас Нет Связности Непосредственно Отсюда Сюда А Сначала От Этого Абонента И Этому Потом От Этого Абонента Куда То Еще Какому То Еще Абонент Да Оторвись Вот Там Значит Тоже Как-то В интернетах Это все Интернеты В интернетах Тоже Как-то Это Происходит И Потом Только Вот Отсюда Сюда Последовательность Вот Таких Вот Пересыльщиков Вот Вот Таких Пересыльщиков Давайте Мы Его Обозначим Что Это Будет Машутизатор Прям Прям Машутизатор Да Вот Последовательность Вот Таких Пересыльщиков В интернете Это И будет Та задача Построения Вот Этого Пути И будет Та задача Обеспечения Связанности О которой Мы Говорим На самом деле Там Еще Есть Одна Задача О которой Мы Будем Говорить Через Две Наверное Лекции Она Более Хитрая Но В данный Момент Мне Важно Вот Это Понимание Мы Не Можем Связаться Непосредственно Компьютеры Должны Быть В сети Какие-то Специальные Компьютеры Которые Работают Пересыльщиками Машрутизаторами Их Несколько Штук Вот Только После Этого Мы Можем Говорить Господа Мы Построили Некоторый Прототип Глобальной Компьютерной Сети В которой Чисто Теоретически Передача Данных От любого Абонента Любому Вот по этому Маршруту Возможна То Что Она Не просто Возможна А ее Можно прямо Сейчас Начинать Об этом Мы еще Не договорились Мы договорились Только о том Что мы Идентифицировали Присвоили Каждому Компьютеру Свой Собственный Адрес Эти адреса В масштабах Все сети Уникальны И Поскольку Мы не знаем Как Именно Добраться До Адресата Мы Пересылаем Наш Пакет Некоторому Выделенному Маршрутизатору Он Пересылает Дальше А он Пересылает Дальше В конце Концов Попадает К адресанту Какая Группа Задач Встает Перед Нами Дальше После Того Как Мы Обеспечили Уникальные Адреса И Маршрутизацию Вообще Говоря Нам По хорошему Убедиться В том Что Данные Передаются Что Они Не Попортились Там По дороге Какая Задача Становится Дальше А дальше Мы Вообще То Говоря Только Что С вами Сказали Что Мы Теоретическую Связанность Обеспечили А проверить Мы Это Ничего Не Можем Мы Отослали Сюда Пакет А как Мы Узнаем Что Он Дошел Ну Ответ В общей Форме Никак Поэтому Следующий Уровень Следующий Уровень Рассмотрения Это Уровень Потоков Данных На Уровне Потоков Данных В первую очередь Нас интересует Цельность И надежность То есть Чтобы Вот То Что Мы Отправляем Отсюда Надежно Приехало Сюда В Неизменном Виде Обратите Внимание На то Что Например У нас же С вами Коммутация Данных То есть У нас Наш Исходный Условно Файл Не файл Не важно Исходный Блок данных Отправляется В виде Набора Пакетов Этот набор Пакетов Должен прийти В том же Самом Порядке В том же Самом Количестве Они Не должны Удвоиться Такое Кстати Бывает Иногда Пакеты Размножаются Они Не должны Перемешаться Вот Да То есть Мы должны Следить За тем Чтобы То Что Направляем Отсюда В ценности И сохранности В неизменном Виде Пришлось Или Не должны Потому Что Например Если Мы посылаем Один Очень Маленький Пакет Состоящий Из одного Кусочка То Какой Смысл Каким-то Образом Блюсти Его Последовательность Если Он и так Один Мы Проверили Контрольную Сумму Она Хорошая Все Хорошо То есть Вопрос В том Нужно Или Ненужно Нам Решать Эту Задачу Вопрос Такой Но Понятное Дело Что Задача Цельности И Надежности Передачи Возникает Кстати Сказать Задача Надежности Передачи А не хотим Ли мы Перед тем Как Удостовериться Вот Начать Это Соединение Удостовериться Что абонент Вообще Живой И существует Или мы Так На деревню Дедушки Будем Посылать Пакеты А там Когда Нибудь Кто-нибудь Их Примет Ответа На вопрос Как обычно Два Первый Ответ Да Хотим Потому что Иначе Мы не будем Уверены Что мы Надежно Передаем Данные Второй Ответ Нет Не хотим Потому что Если мы Будем удостоверяться Каждый раз Допустим Мы широковещательный Сервис Киношку Показываем На миллион Абонентов Если мы Будем удостоверяться Каждый раз Что этот миллион Абонентов Существует То На проверку Вот этого Существования Уйдет Гораздо Больше Интернета Чем на Саму Киношку Поэтому Есть Разный Вариант А Второй Вопрос Который Решается На уровне Когда мы Пытаемся Управлять Потоками Данных Это Вообще То Как это Сказать А если Этих потоков Более одного Допустим Вы запустили Веб-сервер Он Картинки Показывает У вас На веб-страничке Четыре Картинки Все Четыре Картинки Лежат На этом Веб-клиент Здесь Брозер Здесь Клиент Все Четыре Картинки Лежат На этом Клиенте То У вас Внезапно Получается Что Одновременно С Передачей Одной Картинки Передается Еще Другая Картинка Другого Цвета Поток Данных Видно Что один Зелененький Не видно Давайте Посветлее Сделаем Зелененький Вот Смотрите Получается Так Что Одновременно С одной Картинкой Передается Еще Другая Картинка Абсолютно По тому же Пути Ну Только В другую Сторону Вы же Скачиваете С сервера Значит Обратно Сюда Другая Картинка Тоже По тому же Самому Пути Передается Вашему Веб Клиенту Вот Вы Запрос Послали И запрос Говорит Покажи Мне Четыре Картинки Там Третья Картинка Ну И так Дальше Да Как Отличить Вот Эти Красненький Поток Данных От Этого Зелененького Потока Данных Если Он Совершенно Формально От Одного И того Абонента Исходит И к Одному И тому же Получателю Приходит Получается Как в том Анекдоте Про то Что Люди Организовали Бизнес Они торговали Киселем И секундными Стрелками Но очень Дешево Очень Дешево Потому что В процессе У них Перемешалось Да Вот Как Различить Кисель И секундные Стрелки Нужен Специальный Какой-то Протокол Специальная Договоренность О том Что Часть пакетов Которые Вы присылаете Вот от этого Абонента К этому Принадлежит Зеленому Потоку Данных А часть Пакетов Принадлежит Розовому Потоку Данных И При отсылке Их разделять И при Получении Их различать Вот Таким образом Мы уже решили Почти все Задачи Фактически Все Мы обеспечили Теоретическую Возможность Связи между Любыми Абонентами Глобальной Сети Мы подумали О том Как управлять Контролировать Цельность Передаваемых Данных И надежность Передачи Вот Мы подумали О том Как Различать Несколько Потоков Данных Которые Одновременно Идут Ну скажем Между Одной И той же Парой Абонентов Вот Фактически О чем Мы Еще не договорились Это Об интерпретации Тут Надо Сказать Что Вот Эта Вот Эта Вот Задача Интерпретации Это Уже Задача Чисто Прикладная Ну понятно Да Там HTTP Интерпретирует Браузер Не знаю Там Видео Трафик Интерпретирует Плеер Видео Плеер Там Ну и так Дальше Да Там Вот То есть Вообще Говоря Мы могли бы На этом уровне Сказать Ребята Мы Сеть Построили Вот Вам Передача Данных Произвольных Надежная Мы Умываем Руки Сами Интерпретируемся Тем не менее Парочка Задач Парочка Задач Все-таки Надо Как-то Решить Смотрите Вот У нас Есть Скажем Тот же HTTP Браузер Этот Браузер Что-то Такое Что-то Такое Интерпретирует По протоколу Значит HTTP Как нам Вообще Указать Что вот Это Конкретный Поток Данных Предназначен Браузер Это Какое-то Общее Какое-то Общее Требование К Нашей Структуре Глобальной Сети Поэтому Было бы Неплохо Научиться Решать Эту Задачу Научиться Решать Эту Задачу До Того Как Мы Запустим Приложеньку В Доставка До Ну и Наконец Собственно Сама Прикладная Задача Это Интерпретация Вот Браузер Смотрит Видит Картинку Показывает Картинку Видит От рендеренных HTML Текст Показывает Текст Ну и Так Дальше Вот это Уже Точно Не Наша Проблема Вот Только После Того Когда Мы Говорим Все Мы До Вашего Интерпретатора Доставили Соответствующий Поток Данных И он Умеет Их Интерпретировать Мы Можем Окончательно Отерпортовать Стэк Сетевых Протоколов Глобальной Сети Нами Построен Начиная От Проводов И Заканчивая Интерпретацией Конкретно Важной Темой В этом Разговоре Является То Что Каждый Из этих Уровней Вообще То В идеале В теории Независимо От других Довольно Типичный Пример Вы Можете Написать Программу Которую Интерпретируют Интерпретируют Данные Прикладные И Она Будет Выглядеть Как Такой Обработчик Текстов Вы ему Кидаете Тексты А он Вам Кидает Текст Вы ему Кидаете Текст А он Вам Кидает Текст Ничего Вот Этого Никаких Потоков Никаких Никаких Адресов Никаких Не говоря Уже Качеств Свойств Проводов Да Ничего Из этого Вот На уровне Прикладном Просто Не будет Видно Вы Не будете Этим Пользоваться Вы Просто Будете Какой-то Текст Порождать И Вот Да Сейчас Что-нибудь Такое Сейчас Мы ему Скажем Давайте Мы Спросим Как Руками Делать Http Запрос Get Slash Http 1.0 Bad Bad Request Говорит Что я сделал Не так Http Slash 1.0 Ща О Bad Request Все равно Что теперь Тебе не нравится Ну Короче Вы Примерно Представляете Что я имею Ввиду А Я знаю Чук Тебе Знаешь Что надо Делать Надо Ходить На Яру На Не В Ру Все Будет Лучше О Ну Вот Совсем Другая Красота Вот Значит Смотрите Обратите Внимание На Сейчас В роли Интерпретатора Прикладного Выступал Прямо Я Ну Достаточно Хреновый Интерпретатор Но Все Таки И Вот В том Диалоге Который Мы вели С сайтом Яру Не Был Ничего Ничего Ровным Счетом Из Вот Этих Четырех Уровней Чистый Обмен Текстами Прикладной Протокол Полностью Независим От Протоколов Более Низких Уровнев И Это Верно В идеале Это верно Между всеми Да Например Когда Вы Обрабатываете Потоки Данных Вы Уже Забываете Про то По Какому Маршруту Этот Поток Шел Когда Вы Обрабатываете Вот эти Потоки Данных Красный Зеленый Да На самом деле Вы Не Знаете Промежуточных Промежуточных Хостов В Действительности В Действительности Работа С потоками Данных Происходит Прямо Вот так Вот Да Когда Вы Работаете Со Средами Передачи Данных Вам Не Нужно Знать Какой Носитель Например У Эзернета Есть Как Минимум Три Разных Носителя Это Коаксиальный Кабель Толстый Эзернет Тонкий Эзернет Тоже Коаксиальный Кабель И Витая Пара И У витых Пар Есть Много Разных Стандартов Когда Вы Работаете На Уровне Подключения К Этим Самым Кабелем Вам В общем Все Равно Как Выглядел Кабель Протокол Один и тот Жен Независимость За счет Чего Достигается Эта Независимость За счет Такого Явления Которое Называется Инкапсуляция Я его Чуть позже Продемонстрирую Наглядно А сейчас Я его Просто На пальцах Расскажу Инкапсуляция Это Ситуация Такая Вот Вы Берете Прикладной Протокол Вот Он Который Состоит Исключительно Из полезной Информации Ну Верьте Что Это Полезная Информация Дальше Вы Этот Прикладной Протокол Режете На части И Превращаете В Пакеты Уровня Потока Данных И Там В Этих Пакетах И Там В Этих Пакетах Внезапно Обнаружится Дополнительная Информация Какая Идентификатор Потока Данных Мы Должны Теперь Хорошо Себе Представлять Не Только Вот Не Только Вот Эту Всю Фигню Но Также От Какого Абонента К Какому Абоненту И В рамках Какого Из Потоков Данных Зелененького Или Красненького Происходит Этот Обмен И Это Все Дополнительная Информация Это Всего Мы С Вами Которые Воспользовались Утилитой Неткат Не Знаем А За Нас Эту Дополнительную Информацию Вокруг Наших Данных Намазал Стех Сетевых Протоколов Дальше На Уровне Глобальной Сети Вот Эти Потоки Режутся На Кусочки Называемые Пакетами Которые Пролезают Через Всю Сеть У Этих Пакетов Теперь Есть Вот Теперь Мы Говорим Вот Про Это Вот Про Такую Передачу У этих Пакетов Есть Каждый Раз Адрес Отправителя Адрес Получателя Один Второй Третий Четвертый Пятый Шестой И вот Седьмой Там Какой Ни Да И опять Таки Всего Этого Мы Раньше Не знали То есть Нам Придется Резать Наш Трафик На Куски Каждый Кружок Снабжать Еще Дополнительной Информации Мета Информации Связанной С Уровнем Вот Подключением К интерфейсу Компьютер Да Вот Нет Это Еще Пока Это Пока Еще Абонент Это Пока Еще Интернет Ну И так Дальше Дальше Нам У нас Есть Задача Передача Вот Этого Отдельного Пакета Который У нас Гуляет Между Средами Передачи Данных Внутри Одной Среды Передачи Данных Как Это Делается Это Делается Таким Образом Что У нас Нужно Еще Обмазать Снаружи Этот Пакет Чем Информации Про то Как Данной Средой Передачи Данных Используется Относительно Того Как Какова Дисциплина Использование Этой Среды Ну Там Макадрес Какой Нибудь Вот Это Все Когда Мы Это Запихиваем В провод Мы Еще Больше Информации Намазываем Помните Преамбула При входе В провод Допустим В Этим Самом В В Эзернете И так Дальше То Есть Мы Как бы Разрезаем На каждом уровне Разрезаем Полученную Информацию Обматываем Ее Дополнительным Дополнительной Метаинформацией Запихиваем Затечной Ну И Обратно Когда Мы Получаем По Проводу Что-то При Процессе Получения По Проводу Мы Игнорируем Все То Что Было Связано С С Средной Передачи Получаем Пакетик Уровня Декапсулируем Выковыриваем Из нее Пакетик Уровня Уже Глобальной Сети Потом Из пакетика Уровня Глобальной Сети Из них Выстраиваем Из их Содержимого Выстраиваем Поток А потом Уже Поток Интерпретируем Инкапсуляция И декапсуляция Вот Соответственно Как это Выглядит Вот Отсюда Мы Посылаем Наш Прикладной Трафик Он Заворачивается В поток Поток Режется На части Заворачивается Внутрь Трафика Сетевого Сетевой Трафик Заворачивается Внутрь Конкретного Пакета Передобавимого По данной Среде И он Приходит Вот Эта Передача Приводит К тому Что Через Данную Через Среду Наш Пакет Интерфейсного Уровня Приходит На Следующий Компьютер Следующий Компьютер Вынимает Из пакета Уровня Среды Вынимает Вот отсюда Вынимает Вот отсюда Вынимает Содержимое Вот этого Пакета Смотрит Мне Это Или Не Мне Если Мне Он Идет Выше Если Он Заворачивает Его Обратно Уже В Другую В Пакет Низкоуровнев Другой Среды Передачи Данных Передает На Следующий Машизатор Там Снова Он Смотрит Снова И так Независимость 5 Гигабит И 100 Мегабит Допустим И это Свойство Среды Передачи Данных Какая Частота 100 Мегабит Гигабит 10 Гигабит Как Договориться О том Какая Частота Если Провод Один и Той Вы Не Можете Как-то Сторонним Образом Взять И Сказать Эй Ты Компьютер У меня Тут Гигабит Вы По Этому Самому Проводу И Должны Передать Эту Информацию Вот Вам Зависимость Между Уровнем Где Вы Должны Договориться О Скорости И Уровнем Где В Этом Деле Должны Допустим Непонятно На Какой На Какие Фрагменты Делить Ваш Поток Данных Чтобы Он Хорошо Пролезал Через Все Абоненты Интернет То есть С одной Стороны Делить Вы Должны Где-то В Начале Да А С другой Стороны Информацию О том Каков Максимум Трансфер Юнит Наибольший Размер Пакета Можно Получить Только На Очень Высоком Уровне Ну В общем Зависимости Несколько Снижает Атеоретическую Ценность Всей Вот Этой Красивой Концепции Которой Мы тут С вами Поговорили Я думаю Что вы Уже Догадались Что То Что Я вам Описывал Было Чистой Воды С Теком Протоколов TCPIP Причем Воды Настолько Чистой Что В современной Википедии Например В TCPIP Выделяют Четыре Уровня А не пять Вот Я сегодня Специально Посмотрел В Столлинзе Таненбауме И у меня Отлегло Пять уровней В TCPIP Это просто Википедии Написано Что их Четыре Дело В том Что есть Такая Компания Циска Которая Мировой Лидер По Производству Всевозможного Сетевого Оборудования И она Не разделяет Четвертый Не разделяет Физический Уровень И Уровень Интерфейсный Потому Что Их Очень Трудно Разделить И Там Все равно Все в Одном Флаконе А для Циски Это Вообще Все Как Ну Какая Разница Там Вот Провод Воткнули И Вот Это И Интерфейсный Уровень Поэтому Если Вы Заглянете В Википедию Вы Увидите Что Эти Два Уровня Соединены Я думаю Что Статью Википедии Какой Цискарь Писал Вот Но Как Мы С Вами Только Что Видели По Вложенности Решаемых Задач Физический И Интерфейсный Уровень Ну Прям Вот Ничем Не похоже Здесь Мы говорим Про Формат Данных А Здесь Мы говорим Про то Как Пользоваться Этой Средой Про Подключение Абонентов Ну Вот Помимо Значит Помимо Стэка Протоколов TCP IP Которые Есть Еще Еще Более Теоретический Стэк Протоколов ISO-AC Относительно Которых Известно Две Вещи Во-первых Он Почти Нигде Не реализован Никак И Я даже Читал Такое Значит Утверждение Что ISO-AC Упоминается В лекциях По сетевым Технологиям Главным Образом Для того Чтобы Унизить Их Создателей Которые Создали Неработоспособную Неработоспособную Модель Вот Но Глядеться Потому что Его нет In real life Он Оказывается Более Естественным Вот В той Картинке Которую Я сейчас Вам покажу Волшебным Образом Вылезает Вот этот Presentation Layer Ну а Разделение Транспорт И Session Понятное дело Это вот эти Две задачи Это Транспорт А это Session Ну да Ладно Ну вот Вот Значит Давайте Теперь Я обещал Показать Картинку Я покажу Картинку Вот смотрите Перед нами Носитель данных Носитель Чем вам не носитель Голубь Отличный носитель Он видите Данные несет Вон он В когтях У него данные Значит Кстати сказать Существует же Этот самый Стандарт На организацию TCP Голубиной почтой Вот И да не один Даже А два стандарта У них правда Дата выпуска Первого апреля У каждого Но они Прям существуют Там Даже Во втором Санктарте Квольтео Сервис Голубей Взвешивают На предмет Того Не потеряли Они данные Походу Ну вот Носитель Вот тот Самый уровень Носителя Что Несет носитель У себя В когтях Он несет Некий Пакет Уровня Интерфейсного Вот Который Называется Frame Ну вот Frame Видите Frame 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 Рамочку Что Значит Что Про этот Frame Известно Про этот Frame Известно Что носитель Несет Его Из Голубятину Номер Раз Два Три Четыре Пять Шесть В Голубятину Номер Пять Два Четыре Три Два Два Да В нашей Терминологии Это Вот эти Исходящие Входящие Номера Это Идентификаторы Голубятин Идентификаторы Абонентов Внутри Единой Среды Передачи Данных Да Вот у нас Голубь летает Только от одной Голубятни К другой Да Или к другим Потом Взращается Вот Frame Пакет Интерфейсного Уровня Это пакет В котором Указано Просто Откуда Куда Надо Донести Пакет Да Я Там Внутри Frame Лежит Естественно Пакет Вот Вот На пакете Написано От кого Он и кому То есть Вот это Уже Идентификаторы Сетевого Уровня Здесь Нам нужно Перед Между Голубятни А здесь Наши Голубятни Объединены В одну Большую Глобальную Сеть И Когда Голубь Приносит Фрейм В соседнюю Голубятню Там Из этого Фрейма Вынимается Пакет Дальше Проверяется Адрес Куда Если Это То самое Место То Он отправляется На На Переработку На Уровень Выше А если Нам Нужно Этот Пакет Переслать Дальше Он Запаковывается В новый Фрейм И с Новым Голубь Оправляется В соседнюю Голубятню И так До тех Пор Пока По этому Маршруту Он Не Прибудет По Адресу Назначения Прибывший По адресу Назначения Выясняется Что Он Куда Соответствует Тому Место Куда Очередной Голубь Прилетел Мы Этот Пакет Распаковываем Вот Видите Там Внутри Какой-то Фрагментик Вот Этих Фрагментиков Некоторое Количество Да Значит Что Это Такое Это Части Потока Данных Нам Теперь Нужно Сконструировать Поток Данных У Потока Данных Наверное Должно Быть Порядок Следования Да Там Проверка Нет Ли Там Не Встретилась Единичка Два Раза В общем Мы Объединяем В поток Вот Видите Это Уже Пакет Получается Транспортного Уровня Вот За этим Еще Может Следовать Уровень Представления Потому Что Нам Удобнее Представлять Данные В разных Формах Но Уже Не Важно Дальше Мы Берем И На Прикладном Уровне Собираем Из Значит Этих Пакетов Собственно Наш Объект Вот Вот Это Значит Мы Его Собираем И Вот Пожалуйста Результат Да Когда Нужно Эту Корову Передать Обратно Происходит Все То же Самое Мы Берем Наш Прикладной Объект Его Представляем Так Как Нам Удобно Дальше Каждый Такой Кусочек Пилим На Фрагменты Вот Вот Да Вот Это У Нас Пакет Транспортного Уровня Вот Это Мы Каждый Такой Фрагмент Вкладываем В очередной Пакет Да Нумеруя Их Чтобы Потом Можно Было Собрать Да Пакет Для Того Чтобы Внутри Одной Среды Передачи Данных Складывается Во Фрейм Фрейм Передается На Соседнюю Глубятню Передается Туда Сюда На Следующую На Несет Дальше Он Приходит До Адресата Адресат Говорит Это Мне Пакет Значит Надо Распаковывать Восстанавливает Поток Данных Из этого Потока Делает Интерпретирует Вот Примерно Так Это Устроено Примерно Так Это Устроено В Реал Лайфе Вот Значит Это Был Разговор Про То Что Такой Инкапсуляция Декапсуляция Вот Примерно Этим Мы Будем Заниматься Весь Семестр Ну Не Совсем И Коров Не Будет Вот Значит Есть Куча Всяких Дополнительного Шума И Не Шума Всяких Отклонений От Того Чем Мы С Вами Будем Делать Например Есть Такая Штука Как Программно Определяемые Сети Идея Программы Определяемых Сетей Состоит В Том Чтобы Вообще Отказаться От Вот Этого Стека Как Такового Или Использовать Весь Этот Стек Просто Как Некоторую Подложку А Все Вот Эти Какие-то Удивительно Разные Иерархические Приоритизированные Всякие Прочие Топологии Прям Поверх Не Устроить Программно Определять Вот Вторая Довольно Забавная Вещь И Это Если Вы Разговариваете С Человеком Который Действительно Профессионально Занимается Сетями То С удивлением Узнаете Что Допустим Протокол TCP У Который Надежная Доставка С точки Звения Настоящего Сетевика Ненадежный Он Бывает Что Теряет Пакеты Бывает Редко Но бывает И вот У них Все Так Ну и Закон Больших Чисел То есть Когда У вас Миллион Надо Обрабатывать Миллион Каких-то Соединений Вам Уже Не До Подробности Еще Одна Фишка Тоже Которой Мы Заниматься Не Будем Что Все На Свете Это HTTP Ну Все На Свете Уже Уже У нас Приложеньки В Брозере Работают Все По HTTP Передается Все Вот Эти Протоколы Иные Чем HTTP Волновать В последнее Время Волнуются Меньше И Меньше Но Нас С вами Они Будут Волновать Вот То Чем Заниматься Не Будем Ну Вот Это Был Разговор Про Это Было Введение В TCP IP Как Я Надеюсь Достаточно Разумное Теперь Давайте Мы Поговорим Про То Как Делать Домашние Задания Потому Что У нас Со Следующего Раза Нет С Этого Раза Будут Домашние Задания Домашним Заданием Нужно Скачать Виртулбокс Виртулбокс Это эмулятор Компьютера Которому Из которого Мы будем Строить Сети В нем Довольно Удобно Это Делать Вот Скачать Образ Виртуальной Машины Вот он Тут Лежит Вот он Он Занимает От 300 до 400 Мегабайтов Мы В прошлом Семестр В прошлом Году Обсуждали Нужен ли нам Образ Виртуальной Машины С графическим Интерфейсом Который Будет Занимает Гигабайт Т2 Или Нам достаточно С командным С командной Строкой Который Будет Занимать Значит В 6 раз Меньше И почему-то Все хором Сказали Давайте С командной Строкой Ну Я Естественно Согласен Дальше Что мы Делаем Дальше Мы запускаем Виртуал Болл Давайте Мы Это Сделаем Вот он Тут Вот Есть Этот Альт Минимум Мы Его Сейчас Удалим Прямо Удалим Все Все Удаляем Вот Дальше Мы скачиваем Этот файл Импортируем Его Ну Мне кажется В документах Должны лежать Ды-ды-ды-ды Документы Я не вижу слова Документы Нет Это не те документы Это Zoom Сделал документы О Вот они О Какой из них Вот этот Наверное Вот этот Вот Вот Он вам Рассказывает Что это за Машинку Вы такую Импортируете Обратите Внимание На то Что Память У нее Че Давай 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 Ну давай Уже О чем Задумалась О Вот Обратите Внимание Что один Образ Жрет Всего 512 Мегабайтов Памяти И это Даже Много Для нас Это еще Одно Достоинство Почему без Гуя Удобно Запускать Таких Машинок На Обычном Ноутбуке Можно запустить С десяток И никто Не пострадает Вот Но мы Десяток Запускать Не будем Ну вот Вот мы И импортировали Ее можно чуть Обратите внимание На то Нет не обращайте В следующий раз Обратим на это внимание Да Можно Сейчас мы Сделаем Побольше Вот вы Да У меня Оно и так Побольше Я не знаю Ну короче На лекции В этом проблеме Нет Поэтому Как бы Задайте Этот вопрос Тогда Когда Это будет Когда Это будет Ну вот Значит Собственно Ничего Больше Ничего Не нужно Сделать Нужно Снять Скриншотик Этот Скриншотик Это Скриншотик Послать По Определенному Адресу Но если Он про то Что у вас Не работает То Нет там Никакого Буфера обмена Нет Никакого Буфера обмена В Линукс Консоли В следующий раз Все будет В этот раз Вам ничего Не надо Делать В этот раз Вам нужно Сделать Скриншотик В следующий раз Я расскажу Как тем Пользоваться Вот Просто Не хочу Все сразу Рассказывать Ну вот Значит Домашнее задание Будет состоять В том Чтобы Прислать Этот скриншотик По определенному Адресу Это же Является Записью На спецкурс Имейте Ввиду Вот Адрес В В Сабжекте Обязательно Должно Быть Слово Линукс Нетворк 2023 Иначе Вас Не зарегистрируют Ну собственно Вот А нет Я забыл Я забыл Надо было Еще рутом Залогиниться Извините Еще одну Вещь Надо сделать Надо было Залогиниться И в залогиненном Варианте Сделать Скриншот У рута Пароль Рут Никогда Не делайте Так На настоящих Машинах Просто Никогда Вот И вот В таком Варианте Надо прислать Конечно Ну вот В этом Будет стоять Домашка Дальше Будет больше Мы будем Эти машины Плодить Мы научимся Ими управлять Иначе Как Через Графическое Окошечко Ну в общем Вариантов Много Так Я хотел Виртулбокс Запустить Показать Настройку Смотрите Вот где-то Здесь Должна быть Галочка О том Что оно Двойного Размера Или не Здесь Коэффициент Масштабированный А Да Вот 200% У меня Коэффициент Масштабированный Если Да Больше Она не умеет Ну вот Собственно У нас Вышло Время Как раз В точности Если есть вопросы Задавайте их Пожалуйста Вопросы Типа Почему на моем ноутбуке Все такое маленькое Пожалуйста На лекции Не задавайте Да вот Если нет вопросов То спасибо В следующий раз У нас Собственно Тот самый Несуществующий Несуществующий Аппаратный Несуществующий В стеке TCP Аппаратный уровень Ну физический Вот И мы как раз Научимся На этой лекции Научимся Пользоваться Таким интерфейсом К виртулбоксу Чтоб там можно было Копипастить Вы же Копипастить хотели Правда Ну вот Вот у нас Будет такой интерфейс Верьте мне Все Если вопросов нету Тогда всем спасибо Спасибо И до новых встреч